Библейский портал экзегет.ру представляет Дорогие друзья, дорогие братья и сестры, занимаемся экзегезой с порталом экзегет.ру. С вами священник Алексей Волочков из Петербурга, толкуем книгу пророка Осии. И тема нашего сегодняшнего разговора – глава 12 этого ветхозаветного памятника. Главное в этом главе следующее. Бог сравнивает, или Осия сравнивает, или автор документа сравнивает народ Божий Израиль, Северное Царство, с его прародителем, с его патриархом, с его праотцем Иаковом, получившим в дальнейшем второе имя, имя от Бога – Израиль. Итак, мысль такова. То, что было в жизни Иакова Израиля, такого странноватого, неоднозначного, нехорошего или плохого, или неблаговидного, все это и в жизни вашей, о Северное Царство, о Северное Колено, в полноте присутствует, в полноте восторжествовало. И эта мысль повторяется многократно в течение всей главы номер 12. Итак, начинаем чтение этого фрагмента древней книги. Стих первый. «Ефрем пасет ветер, гонится за восточным ветром, весь день ложь и насилие умножает, со Сирией союз заключает, масло в Египет носят». Вот первый стих. Огромное количество, сверхизобилие намеков, образов, мыслей содержится в этом первом небольшом по объему стихе. Итак, «Ефрем». «Ефрем», как уже было сказано неоднократно, есть одно из названий Северных Колен. Ну, по имени самого крупного, самого такого сильного, известного колена называются все другие колены Северного Царства. Поэтому «Ефрем» в нашем случае это есть то же самое, что Северное Царство, Северное Колено, Израиль, Иаков, Самария и так далее. Это все обозначает одно и то же. Страну, местность, где сам Осия жил и проповедовал. Итак, начинается глава с утверждения «Ефрем пасет ветер». Ну, настоящая поговорка, настоящее такое очень хорошее высказывание, которое можно сегодня использовать, говоря о том, что кто-то занимается чем-то бесполезным, невероятным, какими-то фантазиями охвачен он и делает ненормальные, нелогичные, ненужные вещи. «Ефрем» занимается фантазерством, его цели недостижимы, заниматься в этом направлении деятельностью неразумно и небогоугодно. А чем занимается пасящий, по суще точнее, ветер «Ефрем»? Гонится за восточным ветром, ветром с востока. Это Осирия, это восточные державы. Он пытается их захватить, как-нибудь заинтересовать, подружиться. Возможно ли это сделать с ветром с востока? Невозможно. Поэтому все усилия по разным там союзам, по созданию союзов, они бессмысленны. Как и бессмысленно пасти или подружиться с ветром. Подношения и дары хоть на восток, в Осирии, хоть на юг, не нужны, они лишь являются тем, что истощает само Северное Царство, сам Израиль. Это позиция автора этого текста. Но и с Иудой у Господа тяжба. Господь накажет Иакова за его поступки. Подеянием его воздаст ему. Меняется сразу фокус. Северное Царство, Израиль. На юге как? На юге не лучше. Там тоже есть проблемы, и по деяниям Иуды, Иудеи, Бог тоже однажды, хоть и попозже, но воздаст. «В утробе ты обманул брата, возмужав, боролся с Богом». Вот начинается то, о чем говорилось. Сравнение жизни Иакова Израиля с жизнью самого народа Божьего Израиля, Северного Царства. Речь об Иакове. Ну, известно, что, рождаясь, там была история с братом-близнецом, и Иаков, как будто бы его опередил своего брата, обманул своего дорогого Исава. Обман сопровождает Иакова Израиля с его рождения. Обман, какая-то нечестность, попытка как-то, понимаете, вот так вот хитро себя повести, обойти кого-то. Это то, что тебе о Израиле всегда свойственно. «Возмужав, боролся с Богом». Ну, известная история, продолжается эта история ниже, прочитаем. «Боролся с ангелом и одолел, тот в слезах умолял его». Вот. Ну, описывается история, когда Иаков возвращается из своего изгнания в Палестину, в Израиль, в Святую Землю, в Ханаан. И вот на реке Пенуэл совершается с ним нечто непонятное, и есть толкования разные. Борется он с кем-то, с кем-то божественным, каким-то ангелом, с самим Богом, что ли. Ну, такой древний миф, вот, оказывается, вплетен в повествование книги «Бытия». Вот. Борется Иаков. И после борьбы этой получает новое имя Израиль. Толкует это место Осия однозначно. «Ты боролся с Богом». Это плохо, бороться с Богом. И Иаков боролся с Богом давным-давно. И ты, Израиль, до сегодняшнего дня борешься с Богом. Так древнее повествование о праце толкуется в другие уже времена, более поздние времена, пророком Осией. «Боролся с ангелом и одолел его, тот в слезах умолял его». Опять возникает тут неясность текста. Непонятно из текста самого, кто кого умоляет. Ну, невозможно, исходя из грамматики, понять, кто кого умолял. Умолял ли ангел Иакова его отпустить? Ну, предположение странноватое, но вроде оно вытекает из того, что описано в книге «Бытия». Да, действительно, подолел Иаков этого божественного ангела. И ангелы просят его отпустить. Или по-другому. Сам Иаков как будто бы борется с ангелом с помощью слез, мольбы, молитвы, каких-то воззваний. Что тоже толкование такое оказывается у нас довольно интересное. Глубокое и такое любопытное толкование. То есть, не как агрессия, борьба с ангелом описывается тут. То, что было у Иакова на реке Пенуэл. А как то, что касается его переживаний, его какого-то раскаяния, сожаления, слез, мольбы и покаяния. Вот, возможно, и так можно понимать то, что было с Иаковом на реке Пенуэл. То, что описано в книге «Бытия». «В Бет-Эле он встретил Господа, там говорил он с нами». Ну, понятно. «Господь – Бог воинств, Господь – его имя. Так вернись же к своему Богу, доброту и справедливость храни, надейся на Бога всегда». Ну, напоминание о том, что ты Бога знаешь, ты знаешь, что Он свят, что Он Бог воинств, что Он Господь – это его имя. Вот это напоминание, оно должно, по идее, образумить Северное Царство, образумить еврея, живущего в Северных Коленах. И вот на это надеется Осия и сам Бог, когда делает, сочиняет, пишет эти строки. «Хананей с лживыми весами в руках, любящий притеснять» – это стих седьмой. В этом стихе сравнивается Израиль с каким-то хананеем, у которого есть лживые весы в руках, и этот хананей любит всех притеснять, то есть на всех любит зарабатывать. Здесь сравнивается Израиль, Северное Царство, с соседями фенитийцами. Фенитийцы – народ, родственные евреям, жители прибрежного угла, района прибрежного, известные мореплаватели, путешественники, корабростроители, колонизаторы. И также при этом известные торговцы – это такой народ-торговец. Но для Осии, фенитийцы, хананеи – это есть плохие люди. На них равняться нельзя, не стоит. Ну, по двум, наверное, основаниям, по двум поводам. Во-первых, у них есть лживые весы, они обманщики, они торгаши в плохом понимании этого слова. Во-вторых, они любят притеснять, то есть подавлять, на ком-то наживаться, бедняка до ниточки обдирать. Вот это есть сель жизни фенитийца хананея. Ты стал Израиль, Божий Сын, таким же, как эти фенитийцы. Вот что мы читаем в стихе 7 главы 12. «Сказал Ефрем, я разбогател, раздобыл добра, и во всем, чего я добился, не найдут ни злодейства, ни греха». Излагается, видимо, какая-то официальная пропаганда, что ли, или официальное мировоззрение Северного Царства. Ну, я богат? Да, я богат. Я раздобыл себе имущество, крепости построил, дороги сделал, союзы налаживаю с соседями своими, крупными, мелкими. Я всего этого сделал, и в этом нет никакого ни греха, ни злодейства. Ну, знакомая нам по истории и по настоящему времени пропаганда. Мы сильны, поэтому мы правы, а кто слабый, тот не прав. Но против всего этого звучит рев божественного льва, самого Бога. «Но я, Господь, был твоим Богом еще в земле египетской, и я снова поселю тебя в шатрах, как во дни обетованные». Вот это ответ Бога на пропаганду, которая присутствовала на севере в Израиле. «Я, Господь, Бог, и твоя пропаганда на меня никакого воздействия не имеет. А вот что сделаю я», – сообщает Бог своему народу через пророка Исаию. «Я поселю тебя снова в шатры. Я воссоздам ситуацию странствования, скудости, небогатства, неуспешности. И вот когда у тебя будут шатры, шатры в плену, шатры по возвращении из плена, тогда я буду с тобой опять находиться в скудости, в бедности». Бедность не является знаком того, что ты без Бога, против Бога. Наоборот, очень часто бедность, скромная жизнь подтверждает то, что ты находишься на правильном пути. «Я буду говорить через пророков, пошлю им многие видения, через пророков буду говорить притчи». Явление пророков или возрождение этого движения – знак того, что отношения будут воссозданы, что все опять будет правильно и богоугодно. К слову сказать, христиане думали, первые христиане думали, что их движение является движением возрождающихся, появляющихся снова в Израиле пророков. Пророком был Иоанн Предтеча, пророком многие читали Иисуса Христа, пророки, были многие из деятелей раннехристианской общины, странствовали по селам, Палестины, Заиордания, прибрежные полосы, чтобы возвещать людям, слушателям, аудитории весть от Бога, Божье Слово. Читаем дальше, стих 11. «Глад зло, его люди нечестьем стали. В Гилгале приносили жертву быков, но их жертвенники станут, как груды камней на бороздах поля». Опять непонятно, какой-то Галаат, какой-то Гилгал, как это все понять? Какие-то груды камней? Ну, дорогие друзья, для этого есть комментарии, комментаторы, чтобы вам все это внятно объяснить и внятно рассказать. Итак, Галаат – это город на востоке, за Иорданом. Гилгал – город на западе, до Иордана, между Иорданом и Средиземным морем. Так вот, иначе говоря, как можно этот стих понимать? Во всем Израиле, от востока до запада, от Галада до Гилгала – одно и то же. Вот так понимать можно упоминание в этом стихе двух местностей, двух мест в географии ханаанской, древнееврейской. «А что везде происходит? Чего не так во всем Израиле? Люди нечесть им стали, приносят в жертву быков, на каких-то жертвенников, но их жертвенники подобны грудам камней». Что тут имеется в виду? Ну, по мнению пророка Осия, видимо, изобилие мест, где можно Богу приносить жертвы – не очень хороший фактор. Плохой фактор, потому что в этих ситуациях это все очень быстро переплетается с ханаанским субстратом, ханаанскими влияниями, практиками, стандартами того, как нужно Богу угождать. И поэтому ваши жертвенники, ваше святилище в Вифиле, в Гелгале, в Галааде, в Самарии – это всего лишь груда камней. Эти жертвы никого не освящают, никого не очищают, никого не искупляют. Это есть бесполезные святилища, неработающие жертвенники. «Яков бежал в Арам, Израиль работал за жену, за жену охранял он скот». Еще одна отсылка к истории патриарха Якова, когда он, Яков, обманувший брата, бежит на восток, в Месопотамию, в землю Арам, и там работает за что? Не за что он работает. Работает за право иметь семью, иметь жену. Работает, по сути, как настоящий раб. И вот то, что было в биографии вашего братца, Израиль, то будет и в вашей жизни тоже. Изгнание, плен, рабство, работа за жену. Через пророка Господь вывел Израиль из Египта. Через пророка был он сохранен. Обещание того, что будет пророк, спаситель, избавитель, который обратно вернет народ, рассеянный в свою святую землю. Сильно разгневался Господь на Ефрема. Господь заставит его ответить. Воздаст ему за пролитую кровь, за позор. На этом оканчивается глава 12. Главное в главе 12 было то, что Израиль, северное колено, постоянно сравниваются с жизнью, биографией, недостатками и достоинствами своего братца, Якова, Израиля. И то, что было у Якова нехорошего, а именно обман, изгнание, плен, работа за жену, то есть ни за что, борьба с Богом, борьба с ангелом Божьим, все это будет и в жизни вашей, Израиль. Такая у вас участь, такой у вас характер, и он неисправим. С вами портал exoget.ru, священник Алексей Волочков, Петербург. Спасибо за внимание. Субтитры сделал DimaTorzok